Здравствуйте, дорогие мои, я Роман Головин. Сегодня мы с вами беседуем о булимии. Булимия – это бычий голод. Бычий голод обозначается как навязчивая еда, рвота или еда, дефекация. Булимия – это болезнь, которая может иметь как психологическую, так и соматическую природу. Люди, которые страдают этим заболеванием, они заедают свои стрессы и проблемы едой. И часто эти люди снаружи, как говорится, да, фасад бывает очень обманчивый, очень активный, позитивный, кажется, довольно-таки успешный в жизни. Но внутри у них есть стрессы, проблемы, они не уверены в себе, у них депрессия, психологические срывы, вплоть до суицида может происходить. И свои стрессы, неудачи в жизни, они заедают едой. Поэтому таких людей сразу выявить очень тяжело. То есть эти люди могут и злоупотреблять в большом количестве алкоголем, и съедать большое количество еды, потом поев опять съесть большой торт, например. Вплоть до того, что бывают такие переедания, что могут происходить проблемы с желудком, с пищеводом. Но эти люди стараются после того, как они поели, вызвать у себя рвоту. Они уже в этом плане профессионалы, они закладывают два пальца в рот, производят рвотный рефлекс, и наружу выходит вся еда, которую они только что съели. И чем их отличают от других людей, которые много едят, толстеют. А эти люди, когда потребляют большое количество еды, они всеми возможными способами стараются поддерживать свою массу тела. Они ходят в спортзал, очень активно занимаются. Какое-то время они даже могут голодать. Активно двигаться могут. Но в то же время, когда у них вот эти, как знаете, как алкогольные запои могут происходить. То есть не постоянно они едят круглые сутки, а у них бывают такие, 2-4 недели могут есть, потом какое-то время могут себя контролировать. Кто-то чуть меньше, чуть больше периода вот этого обжирательства наступает. Но у некоторых людей, да, многие люди не могут сдерживать свой вес тела. Многие себя винят за то, что вот они поели, и теперь нужно поддерживать свою форму, и любыми способами пытаются, конечно же, эвакуировать свою пищу из организма. Эта проблема больше все-таки психологическая, да, имеет психологические корни. Поэтому с такими людьми, да, с такими пациентами работают психологи, психотерапевты, психиатры. И таких людей с первого раза очень непросто выявить. Даже специально есть специальные тесты, да, из 26 вопросов придумывают специалистами. Когда, допустим, спрашиваются, да, зациклены ли вы на своей фигуре и весе, беспокоит ли это, когда вас не устраивает ваш вес тела, да, когда играет значительную роль в вашей жизни именно поедание пищи, да, питание. Когда вы боитесь, что начнете есть и не сможете остановиться. Случалось ли, что вы ели до тех пор, пока не становилось плохо от еды, да, и после приема пищи у вас возникает чувство стыда или депрессии. И используете ли вы рвоту или прием слабительных как средство контроля веса. Если вот из этих нескольких вопросов, да, 4-5 вопросов совпадает, то у этих людей есть проблема, то есть подозрение на булимию. Поэтому нужно обратиться к специалисту. Но с такими людьми нужно быть очень аккуратным, ведь такие люди, они могут и покончить жизнь самоубийством, поэтому нужно с ними очень аккуратно работать. И сегодня существует очень много различных техник. Когда люди заболевают, и как их можно выявить? Кто эти люди? Эти люди здесь стремятся все делать на отлично, да, склонны к унынию и депрессии внутри, да, навязчивым мыслям или действиям. Импульсивны, хаотичны. Ставят себе нереалистичные задачи и цели. То есть то, что хотят эти люди, да, но они не могут этого достичь. То, что они снаружи могут выглядеть определенным образом, а внутри они совершенно другие, ранимые, и все свои неудачи, и депрессии, стрессы, они пытаются заесть едой. И причем еда бывает самая разная. Строят личные отношения также по булимистической схеме. Пылкое увлечение, резкий разрыв, насильное кормление, скандалы. То есть когда растет ребенок, нужно быть очень-очень внимательным и не поощрять ребенка именно пищей. А, вот, ребенок что-то сделал хорошее, на тебе конфетку, ребенок сделал хорошее, на тебе тортик. Ребенок слушается там, еще покупаете какое-то пирожное, мороженое. В основном булимии болеют женщины от возраста от 15 до 35 лет. Женщины более такие тонкие натуры, чем мужчины, поэтому часто они держат все внутри себя и стараются как-то это компенсировать. А компенсируется это именно в этом заболевании поеданием пищи. И порой к болезни могут привести заболевания эндокринной системы и негативная наследственность, естественно. Опять же таки повторюсь, многие недооценивают наследственность. То, что делаем мы сегодня, все, что у нас закладывается информационно в наше ДНК, в наши гены, это все передается потом нашим детям. Это очень важные моменты, многих очень-очень сильно недооценивают. Это когда мы планируем детей, и потом дети рождаются, мы не думаем, кто рядом с нами, что это за человек, какие у него гены, какая карма у него, как он себя в жизни вел. Для нас это третичные, пятеричные признаки. Главное, чтобы человек зарабатывал деньги у нас всегда. Главное, чтобы человек может быть симпатичен снаружи. Про то, насколько он духовно развит, и какие у него гены, нам это вообще мало волнует на самом деле. Это уже там десятый фактор какой-то, а может для некоторых это вообще не является основополагающим при выборе партнера для жизни. Процесс принятия пищи у больных с булиминем можно подразумевать на три этапа. Непредалимое желание поесть, конечно же, когда человек хочет есть. Бесконтрольное потребление пищи, стремление очистить свой желудок после принятия пищи. Конечно, мы все не безгрешны. Иногда, да, хочется поесть, например, когда сидишь, находишься на определенном виде питания, придерживаешься какой-то диеты. Иногда хочется, ну, стресс у всех в жизни бывает. Как бы мы духовно развиты не были, полностью от стресса все равно уйти невозможно. Даже если ты их контролируешь, они внутри тебя находятся, бурлят. Может быть, многие люди это не показывают, но хочется иногда прийти домой, что-нибудь вкусненько иногда съесть. Поэтому у каждого, если там человек на вегетарианстве находится, ему проще приготовить какую-то пищу вкусную. Если человек на вегетарианстве уже менее, человек более чисто питается среднее, то же самое. Если уже там человек на фрукторианстве находится, у него выбор минимальный. Только из каких-то, может быть, сладеньких фруктов, что-то такое интересное можно сделать и скушать. Чтобы облегчить свое беспокойство, люди, которые страдают булимией, начинают неограниченно есть, глотают пищу, не разжевывая, настолько быстро, насколько возможно. Как можно этих людей выявить? Когда люди постоянно пытаются вызвать ротный рефлекс, отрыгивают, у них два пальца, вот этих часто повреждены бывают. Поскольку рефлюкс идет, то есть желудочно-кишечный сок выходит наружу, он повреждает зубную эмаль, у этих людей видно поврежденные зубы. Часто у этих людей имеются проблемы с оклоушной слюной и железой, но вот в этом месте находятся. Нарушается электролитный состав в организме. Люди теряют витамины и минералы. То есть человек вроде бы съедает, но в то же время потом он отрыгивает. И небольшое количество витаминов и минералов поступает в организм человека, и настолько образуется дисбаланс, дисбактериоз у человека имеется. Помимо, что у человека и есть проблемы психические, то у человека и имеются проблемы с физическим телом. Естественно, нужно быть с такими людьми очень аккуратными. Эти люди могут употреблять алкоголь в большом количестве. Поэтому просто так сказать, да ладно, что ты там бросай свою еду, пойдем тем-то, тем-то заниматься. С этими людьми нужно быть очень аккуратными, постепенно объяснять, постепенно заинтересовывать этих людей хобби, попробовать заняться йогой, медитацией. Возможно, даже при переходе на сыроедение у этих людей стабилизируется психологический статус. Эти люди раскусят, да, что есть какие-то другие, интерес к жизни может появиться, есть какие-то другие вещи в жизни. Будут смотреть на мир совершенно другими глазами. Пища будет способствовать более быстрому восстановлению их организма, психического статуса. Эти люди могут пересмотреть свое поведенческое поведение, да, в отношении себя. Изменив себя внутри, вы поймете, как быстро вокруг вас будет меняться мир. Но самое основное, это, конечно, самое сложное, это работа над собой, работа над своим характером, работа над своим внутренним миром, над теми комплексами, над теми блоками, которые у вас сидят внутри. Дыханием можно заняться. Постарайтесь начать разжевывать пищу качественно. Вот это, кстати, очень может помочь. Потому что при булимии многие люди, они глотают пищу, очень быстро едят. А вы старайтесь есть. Те, которые рядом находятся, родственники, друзья, попробуйте этих людей слегка контролировать, подбадривать. Но вы никогда не вините себя, что вы такие. Ничего страшного в этом нет. Все мы когда-то в чем-то запутывались в этой жизни. Кто-то когда-то кого-то убивал, кто-то когда-то делал неправильно, обманывал, ударял кого-то, из-под тяжка делал. Но со временем, в этой, в следующей жизни, через 10 жизней мы меняемся, мы набираемся жизненного опыта. Для нас важен негативный опыт, так и позитивный опыт. Не бывают только люди позитивные, которые никогда не нарабатывали себе карму, ничего не делали плохого. Все через это проходили. Не надо себя ни за что винить. Любите себя такими, как вы есть. Пускай у вас там ноги толще будут, попы толще, лицо какое-то чуть другое. Но кто сказал, что мы все такие должны быть, а не другие? Кто-то придумывает сегодня моды, является законодательной модой, и все должны следовать этой моде. Сегодня такие тачки красивые, все носят такие тачки. Сегодня все должны быть худые, значит все должны быть худые. Это не показатель. Кому-то полненькие нравятся, кому-то худенькие нравятся. Не надо на этом зацикливаться. Конечно, когда есть у человека в жизни стрессы, депрессии, проблемы определенного плана, нужно всегда отвлекаться, общаться с теми людьми, которые вам доставляют удовольствие. Заниматься таким видом деятельности и работой, и, допустим, больше выходить на природу. Природа успокаивает. Когда вы на открытом пространстве находитесь, вы быстрее восстанавливаетесь. Вы получаете энергию, как от Солнца, как и от Луны. Когда будете переходить на вегетарианское питание, особенно те люди, которые страдают этим заболеванием, гораздо легче себя будет контролировать. Поверьте мне, это очень важный аспект психический. На обычном питании, когда люди много мяса едят, пьют алкоголь и курят, например, много химической еды, очень себя тяжело контролировать. Эта еда нас делает ближе к животным, мы более агрессивными становимся. У нас в организме больше тревоги и страха всегда скапливаются. А на растительном питании мы более спокойные, более рассудительные. Мы на мир смотрим более широким взором, глазами, можем более философски относиться. Если будете себя потом вспоминать, через 5 лет вегетарианства, сыроедения, ой, а как я же раньше реагировал или я реагировал на эту проблему. Почему сейчас я, например, даже не вижу в этом никакой проблемы. Ну и что там? Где-то что-то порвалось, например, либо мне не додали пару тысяч зарплаты. Ну что такого-то? Всегда есть выход определенный, всегда можно обойти эти проблемы, философски посмотреть на эти. Жизнь никогда никого не бросает. Всегда есть варианты в жизни, всегда жизнь дает варианты, всегда можно найти себя в этой жизни. Очень интересная жизнь на самом деле. Чем больше живешь, тем больше понимаешь, что больше возможностей открываются, особенно когда внутри над собой начинаешь работать. Конечно же, если, допустим, сами вы себе помочь не можете, в окружении вас нет таких людей, которые могут подсказать, что нужно делать, можно на первом порах и к психологу обратиться, если еще и психолог вегетарианцем является, каким-то сыроедом, вообще ему цены не будет. Постепенно, постепенно будете преодолевать вот эти страхи, свои стрессы, недовольство собой. И при воспитании детей, конечно, не нужно постоянно ребенка баловать едой. Что вот если он сделал это, пожалуйста, найдите конфетку, найдите пирожное, мороженое, шоколадку. Ребенок все-таки более должен самостоятельно быть. Не всегда нужно настолько сильно вмешиваться в его жизнь. Это уже проверено и на себе при воспитании детей. Сегодня дети, они немножко другие, нежели которые рождались 20-30 лет назад. Совершенно другие программы у них, совершенно по-другому они мыслят. Мы постараемся переложить свое понимание мира на ихние. У них другие задачи, не нужно их прессовать, не нужно их переделывать под себя. Они другие и у них другие приоритеты в этой жизни. Дальше. Хорошо, допустим, когда человек понимает, что у него есть проблемы, что он адекватен, он может пытаться с собой бороться. А есть люди, которые уже в хронической стадии находятся. Им очень тяжело бороться с этим заболеванием. Тогда, конечно, родственники должны приходить на помощь, друзья. Но нужно не так активно и вмешаться в эту жизнь человека, чтобы его ломать об колено, а аккуратно, с пониманием, найти хобби для этого человека. Человек больше на природе должен находиться, более вегетарианскую пищу кушать, больше соков пить, больше воды, или фильтрованной, либо родниковой, либо талой воды использовать таким людям. Попробуйте медитацией заняться, йогой. Очень здорово помогает, концентрирует. Поверьте мне, что такие рекомендации здорово могут вам помочь. Нужно повысить, во-первых, свою самооценку, улучшить свое физическое и психическое состояние. Больше пешими прогулками занимайтесь. Выходите в парки, даже если вы в городе находитесь. Не ленитесь. Объединяйтесь в интернете с людьми, с сыроедными, с вегетарианцами. Теми людьми, которые хотят Россию улучшить. И свои страны, в которых вы живете. Бывшие страны Советского Союза улучшить именно в духовном плане. Помочь другим людям. Старайтесь себя задействовать по максимуму. Не нужно складывать вот так руки, делать, как говорится на себе, ставить крест в прямом, в переносном смысле. Что вы не можете ничего сделать с собой. Вы никчемный человек и так далее. Вы должны полюбить себя таким, как вы есть. И нужно действовать. Стараться быть более энергичным, активным человеком. Доброжелательным, позитивным. Общаться же с такими людьми. И, конечно, смена питания, смена вашего мировоззрения здорово может вам помочь. Про это я говорил в некоторых своих лекциях у меня на канале в Ютюбе. Кто не знаком с моей деятельностью, можете посмотреть. Есть у меня несколько лекций. Как работать над своими эмоциями, внутренними чувствами. По поводу медитации. Также можете заняться медитацией, пойти на йогу, изменив себя при этом. Ни в коем случае не надо казнить себя и не отчаиваться, а принять ситуацию, как данность на сегодняшний день. Можно уехать, поменять другую страну, в конце концов. Если вам эта страна не похудет. Вы чувствуете, что на вас все давит. Работа давит, соседи давят, окружение давит. То есть можно выехать в какую-то теплую страну на какое-то время. Поменять круг общения друзей. Пойти позаниматься йогой. Именно углубиться в свое духовное развитие. Пересмотреть всю свою жизнь. Это очень здорово, часто может помочь. Итак, заканчиваю эту видео-лекцию. Спасибо вам за внимание. Увидимся в новых видео. Будьте здоровы.